Медицина высоких технологий сегодня доступна тысячам пациентов дагестанских больниц. Это стало возможным с продвижением новых технологий, и, конечно, благодаря тому, что привлекаются опытные врачи из других регионов. Один из таких специалистов возглавил новое отделение эндоваскулярной хирургии в Центре специализированной экстренной медпомощи. Продолжит Залина Муртезалиева. Сюда поступают самые сложные пациенты с инфарктом миокарда или инсультом экстренно на скорой помощи. Иногда в день врачи проводят до пяти операций. И это, по словам заведующего новым отделением, Вячеслава Козлова, далеко не предел. В среднем получается у нас в месяц порядка 40-35 человек. Это немного, это пока начало нашей деятельности. Повторяю, мы работаем лишь два месяца. В последующем мы надеемся, что поток пациентов будет больше. Ну, дело думаем, порядка 60-70 пациентов в месяц вперед. И много пациентов запущенных с тяжелыми поражениями из далеких районов, которые приезжают, которые долго-долго болеют, давно болеют. И с ними очень тяжело работать. Доктор и не думал, что окажется в Махачкале, работал в одной из столичных клиник, поступило предложение переехать в Дагестан. Полгода ушло на раздумья. И вот сегодня Вячеслав Козлов лечит пациентов Центра специализированной экстренной медицинской помощи. Операции быстрые, разрезы минимальные, восстановление безболезненное. Главная гордость врачей – ангиограф-аппарат для рентген-эндоваскулярного вмешательства. Без него невозможно было бы открытие самого отделения. Теперь диагностика при инсультах или инфарктах сократилась до считанных минут. Функционировать это отделение реально начало в этом году, где-то в конце марта месяца. С конца марта месяца нами сегодня выполнено около 90 высокотехнологичных таких манипуляций по лечению пациентов с инфарктом миокарда. Это вот стентирование. Благом, мы нашли хорошего специалиста, который работал в центральных клиниках нашей страны. И он сегодня у нас работает. Ежегодно к нам госпитализируется свыше тысячи пациентов с нестабильной стенокардеей, 350-400 пациентов с инфарктом миокарда. И сегодня у нас появилась такая возможность на самом высоком уровне оказать им помощь. Вмешательство выполняется через небольшой прокол. Вернуться к обычной жизни пациент сможет уже через несколько дней. Сделали, нормально сделали. Я вообще дышать не могу. У меня осталось только 5%. А у меня 2000 пациентов. Новые технологии возвращают к нормальной жизни тысячи пациентов. Но, как отмечают специалисты, количество больных, к сожалению, не уменьшается. Поэтому врачи напоминают элементарный контроль давления, отказ от курения. Значительно снижают риск инсульта и инфаркта. Здоровый образ жизни – это самый простой способ защитить себя и своих близких. Залина Муртезалиева, Руслан Гаджиев. Время новостей.